Наш традиционный интерактивный опрос сегодня звучит следующим образом. Что бы вы подарили или бросили на лёд своей любимой фигуристке? И вот варианты ответов. Цветы, мягкую игрушку или автомобиль. Ну а мы возвращаемся в эту студию. Рада, Лен, вас приветствовать. Добрый день, спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте, Леночка. Ну и вопрос, что вам бросали на лёд? Что было самое неожиданное, может быть, самое памятное, самое дорогое или самое тяжёлое? Ну, бросают в основном игрушки, цветы, но иногда ещё бывает шоколадки бросают. Это приятно. А я могу вспомнить, ну, девочкам, как правило, да, бросают игрушки, цветы, а вот, например, мальчикам, что обидно, вот в Японии, я помню, что Алексею Ягудину, Евгению Плющенко, очень часто в Японии, вот, поклонницы бросали, например, золотые, бриллиантовые какие-нибудь украшения. Да, браслеты или кольца. И девочки как-то странно на это реагировали, смотрели. В общем, бывает и по-другому. Если бы гран-при или какие-нибудь соревнования проходили в Монте-Карло, забрасывали бы фишками в казино. Ну, у нас, к сожалению, футболистов таких подарков не делают. Давайте более серьёзно теперь немножечко пообщаемся. Я хочу начать вообще, вот, Леночка, вспомнить историю, когда в Сочи ещё совсем недавно, в 2014 году, ты вместе с Адиан Питкеев выступала на показательных выступлениях в роли совсем еще юной звёздочки. И вот сегодня ты уже победительница этапа в гран-при, чувствуешь себя, наверное, совсем по-другому. Расскажи о своём переходе в новое качество, что ты ощущаешь и чувствуешь ли ты себя действительно звездой? Ну, честно говоря, звездой я себя не чувствую, потому что таких вот громких у меня титулов пока нет. А начиналось, да, я себя помню, когда я выступала на Олимпиаде, и я никак не могла поверить, что вот эта Олимпиада, даже если я на ней не выступала, но вот эта вот атмосфера, почувствовать эту атмосферу очень дорого. И, конечно же, я иду постепенно к своей цели, и это получается уже мой второй полноценный сезон на взрослом уровне, и я постараюсь его откатать лучше, чем мой прошлый сезон. Лена, когда волновались сильнее, на этапе гран-при сейчас в Москве или тогда в Сочи? Ну, честно сказать, сейчас в Москве я волновалась больше, но в тот момент на Олимпиаде это было всё ответственней, потому что меня пригласили кататься на Олимпиаде, и на тот момент мне было 14 лет, и для меня это было очень почётно. Но когда сейчас я в Москве выступала, ответственности было, конечно же, гораздо больше, и в Китае я заняла третье место, и я понимала, чтобы попасть 100% в финал, мне нужно было занять первое место. И, конечно же, очень волновалась, и я очень рада, что смогла выполнить эту цель. Наверное, стены помогали, да? Да, многие говорят, что не любят выступать в Москве. Я не знаю почему, мне наоборот родные стены помогают, и как-то дома в Москве выступать спокойнее. Да, это правда, я тоже поддерживаю. В Москве дома это вообще сказка выступать, когда ты выходишь, и зал взрывается, и ты понимаешь, что ты сейчас должна что-то сделать, и это невозможно по-другому. Ну, насколько мне позволяют судить о фигурном катании мои познания, часто успеха добивались ещё совсем юные спортсменки, причём не только в последнее время. Давайте совершим небольшой экскурс в историю. Особое место в топ-списке юных и ранних занимает Соня Хейни. Её история – голливудская сказка во плоти. В 9 лет Соня участвует во взрослом чемпионате Норвегии, в 11 – на Олимпийских играх. Впервые золото она возьмёт в 1924-м, затем будут ещё две победы на ближайших Олимпиадах, и Соня станет единственной трёхкратной чемпионкой в женской одиночке. Мировые первенства Хейни выиграет 10 раз подряд. По окончании карьеры Соня сделает себе имя в кино. Это судьба настоящей Примадонны, одна из самых ярких в истории спорта. Елена Водорезова в 12 лет на чемпионате Европы шокировала судей и специалистов с сложностью каскада. До того момента фигурное катание такого элемента просто не знало. Его не исполняли ни соперницы, ни даже коллеги-мужчины. В те же 12 Елена защитит честь Союза на играх в Инсбруке и останется в истории СССР самой юной спортсменкой на Олимпиадах. В 16 лет Ирина Слуцкая побеждает на Европе, открывая дорогу к абсолютному достижению. Статусу единственной на планете семикратной одиночницы-покорительницы Старого Света. С пьедестала, протянувшегося сквозь века, наша Ирина попросит подвинуться старую знакомую – Соню Хене. Ей фортуна на евро улыбалась шесть раз. Тара Липинский в 98-м в Нагана обновляет книгу рекордов белых игр. Всего 15 лет и 255 дней понадобилось Таре, чтобы прийти к олимпийскому золоту. Результаты имеют свою цену. Липинский замучивает травмы, она покинет любительский спорт. Переберется в профессиональный и станет здесь самой юной чемпионкой мира. В 19 случится рецидив и американка оставит фигурное катание навсегда. Ким Йон А знают все, но кто слышал о корейской девчушке в 2003-м, когда Ким в 12 лет завоевала звание чемпионки страны. После этого будут многократные победы на чемпионате мира и гран-при «Виктория» на играх в Ванкувере. Олимпийское золото после игр в Сочи помолодело еще на 6 дней, которые Юлия Липницкая сняла с возраста Тары Липински. Липницкая в командных соревнованиях выступила блистательно, выиграв и короткую, и произвольную программы. Достижения девушек кружат голову, но глядя на то, какие звездочки появляются у нас сегодня, возникает вопрос. А долго ли жить этим рекордом? Андрей Липовецкий все на матч. Ну и по мотивам увиденного нами только что сюжета, Лен, вопрос к вам. Как вам, вашим сверстницам, удается в таком юном возрасте преодолевать стресс, это огромное напряжение? Не знаю, как стресс, потому что детям всегда легче выступать, чем когда ты вырастаешь, уже более как-то осознанно к этому всему подходишь. И я всегда старалась выступать на соревнованиях, где девочки были старше меня на два года. Не знаю почему, и сейчас, я думаю, так все стараются выступать, и может поэтому у нас такая сильная конкуренция в стране. А ты себя считаешь уже взрослой? Ну, уже достаточно, да. Ну, знаешь, я хочу отметить, что не только многие отмечают тебя в этом году действительно повзрослевшей. И не только вот внешне, но и отмечают изменения в твоих постановках, сложность программ. И как-то вот, наверное, я знаю, что ты работала с Николаем Морозом, я просто в свое время каталась с ним в паре, ты, наверное, знаешь. Я, конечно, знаю, насколько он талантливый, и тренер, и постановщик. Расскажи, вот что повлияло, был ли это Николай, либо просто вот ты повзрослела? Я думаю, это все в совокупности так получилось. Все-таки у меня сейчас возраст такой взрослеть. И работая с Николаем, конечно же, он в мое катание добавил такие фишечки. Он помог, скажем так, меня больше раскатать. И я себя лучше теперь на коньках чувствую на льду, чувствую лучше ребра. Вот, и многие специалисты технически отмечают то, что я стала лучше скользить. Да. А еще у меня вопрос, чисто женский. Девочки с твоим возрасте, много примеров тому. И Лиза Токтамышева, и Юля, вот переживая вот этот возраст, да, сталкиваются с проблемами веса. Вот мы видим, что ты такая молодец и умничка. Ты с этим борешься или тебе легко, у тебя мама с папой тебе дали хорошую генетику? Ну, у меня таких проблем сильных нет, но я все равно слежу за своим весом, слежу то, что я кушаю, стараюсь питаться правильно. Конечно же, рано или поздно это всех достигнет, но я стараюсь с этим справляться. Ну, мне кажется, ты уже перешла этот возраст. Ну, надеюсь. Будешь держать. Лена, возвращаясь к стрессу, давлению, что сложнее, откатать программу на гран-при или сейчас сидеть в нашей студии в прямом эфире? Вы знаете, я вот сейчас только что стояла там и думаю, вот прям как на старт выхожу, жду своего времени. Ну, конечно же, на выступлениях это все поволнительней. Тут я наслаждаюсь с вами, беседуя. Ну, еще мы как-то чувствуем все-таки друг друга, да? Да, да. Это правда, это называется химия, да, вот это взаимопонимание. Я, кстати, хотел бы отметить, что наш сегодняшний гость – единственная в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров. И свою взрослую карьеру могла начать гораздо раньше. И только правила Международного союза конькобежцев не позволили Лене дебютировать среди старших несколько раньше. Как вам удалось переключиться с юниорских соревнований на взрослые и обратно? Ну, в юниорском втором, как сказать, переход для меня был нетрудный. И я постепенно переходила. Сначала у меня был полностью юниорский сезон, потом я выступала только на этапах гран-при и смогла попасть в финал. И в этот же сезон я попыталась защитить свой титул юниорского мира. И смогла это сделать. И потом уже полностью перешла на взрослый уровень. И получается, это уже у меня второй взрослый сезон. Да. Сейчас смело можно о тебе говорить. Я так считаю, например, что ты являешься лидером, мировым лидером на чемпионатах Европы и мира в предстоящем сезоне. В общем, ставки на тебя высокие. Но, тем не менее, есть соперницы, помимо наших девчонок, и еще и Мао Асада, и другие спортсменки, которые уже сложившиеся. Расскажи, как ты видишь свои плюсы и минусы, на чем тебе нужно поработать, если на примере с той же Мао Асадой. Как догонять ее три с половиной? Ну, работы еще предстоит очень много. Я знаю, в каком направлении мне двигаться. Мне очень нужно еще на скольжение работать. Всегда можно улучшить прыжки, вращения. Мао Асада, она уже очень опытная фигуристка. У нее сложная спортивная карьера. И она достойна уважения. Пройдя тоже через все трудности, она смогла преодолеть. И сейчас выступает достаточно на хорошем уровне. А как далеко три с половиной в твоем варианте? Ну, пока я еще не пробовала его прыгать. Да, это очень сложный прыжок. Да, но мне кажется, даже больше психологически нужно на него настроиться. Ну, а мы в свою очередь решили сделать вам небольшой сюрприз. И прямо сейчас в нашем эфире подборка заметных вех карьеры Мао Асады. Названная в честь японской актрисы Мао Дайти, она привнесла вместе с собственным именем искусство театра на лед. На Олимпиаде в Ванкувере Мао Асады стала первой женщиной, прыгнувшей три тройных акселя на одном соревновании. Удивительно, но ее появление в фигурном катании началось с балета. Педагоги посоветовали заняться фигурным катанием, чтобы укрепить голеностопы. И сами того не подозревая, подарили миру выдающуюся фигуристку. Ее первым этапом во взрослой серии Гран-при стал турнир Капова Чайна. Там она выиграла серебряную медаль ровно на три балла, опередив будущую олимпийскую чемпионку Сидзуку Аракаву. На Олимпиаду 2006 года ее, правда, не пустили, так как на дату проведения ей не исполнилось 15 лет. Но всех регалий и наград Мао просто не перечислить. Первая золотая медаль чемпионатов мира пришла в Гетеборге в 2008 году. В сумме она набрала 185,56 баллов и опередила Каролину Костнер, занявшую второе место. Но все это меркнет на фоне достижения Олимпиады 2010 года, о котором мы уже успели напомнить. За исполнение трех тройных акселей на одном соревновании ее имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. В течение первых двух лет на международной арене Мао Асада прославилась своим фирменным элементом – бильманом с перекрестным захватом. Она также известна исполнением бильмана с удержанием ноги одной рукой. После Олимпиады в Сочи, где в одиночном у нее мало что получалось, зато в произвольной она была неподражаема, Мао объявила, что пропустит соревновательный сезон, но вновь вернувшись на лед в этом году, продолжает на нем хозяйничать. И победа в Пекине в женском одиночном – лучшее тому доказательство. Денис Хохлов. Все на матч. Как мне кажется, нынешний подъем женского фигурного катания прежде всего связан с блестящей победой, с блестящей плеядой юных фигуристок, которые у нас появились сегодня. Лен, действительно, наверное, сегодня намного сложнее попасть в сборную и завоевать, попасть на пьедестал чемпионата России, чем, наверное, дальше уже выступать на мировых первенствах. Вот расскажи, как ты относишься к этой конкуренции, как ты себя готовишь? Несомненно, конкуренция очень большая в стране. Все очень достойные девочки, все молодцы, работают. И я думаю, чемпионат России – это будет больше уже старт, кто покажет, у кого более стальные нервы. Потому что у всех, можно сказать, один прыжковый набор. Вот все, ну, одинаковые примерно оценки получают. И тут уже будет больше испытываться психологическая стойкость. В 14-16 лет вы говорите о стальных нервах? Ну, это я так выразилась просто. Тут уже нужно просто выходить и делать свое дело. Ну, конкуренция в спорте никому не мешает. Это, наверное, только здорово. А мы прямо сейчас хотим наших зрителей немножечко конкретизировать эту тему для наших зрителей. И подготовили небольшой материал о наших прекрасных и юных конкурентках. Красавица Аделина Сотникова на одной из последних тренировок перед Гран-при Москвы борется сама собой. Не получаются некоторые прыжки. Впрочем, на лицах тренеров никаких эмоций. Олимпийская чемпионка Сочи пропустила прошлый сезон и изначально не была заявлена на Гран-при 2015. В Москве Аделина выступит по специальному приглашению организаторов, но при этом она может кому-то помешать с поездкой на финал Гран-при, который в декабре пройдет в Барселоне. Фантастическая конкуренция в женском одиночном катании среди российских девушек обещает захватывающую борьбу на московском льду. Вполне возможно, что, как и на последнем чемпионате мира в Шанхае, весь пьедестал займут наши девушки. Ведь на соревновании помимо Сотниковой заявлены победительница юниорского чемпионата мира Евгения Медведева, призер крупнейших турниров Елена Родионова. А еще не выступит чемпионка мира Елизавета Туктамышева, бронзовый призер мирового форума в Китае Анна Погорилая, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая. Куда ни кинь, везде российский клин в женском одиночном катании. Много замечательных девушек, которые великолепно владеют сложнейшими элементами фигурного катания. Конкуренция жесточайшая, безусловно. Наверное, в этом виде спорта нет машин, которые никогда не ошибаются. Елена Родионова сохраняет неплохие шансы попасть в финал Гран-при. Для этого нужен еще один пьедестал, как на этапе в Пекине, где она взяла бронзу. Готовились просто вовсю, учли все ошибки, которые я допустила на этапе в Китае и попытались их исправить. Воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева на этапе в Бордо рассчитывала на высокое место, но пока неизвестно, как Международная федерация фигурного катания квалифицирует незавершенное соревнование во Франции. 16-летняя Евгения Медведева была первой на скейт-Америка и настроена оформить золотой дубль в Москве. Михаил Трофимов, все на матч. Субтитры создавал DimaTorzok